Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И я хотел бы сейчас, чтобы мы посмотрели с вами на послание апостола Павла к Колоссиным и поговорили о первой его главе. Послание к Колоссиным, как и целый ряд других посланий, было написано апостолом Павлом из тюрьмы, поэтому его называют посланием из УЗ. И направлено к христианам небольшой общины в маленьком городе, в Колоссах. Эта община не была, собственно, основана самим апостолом Павлом. Но, вероятнее всего, по мнению толкователей, это было сделано апостолом и по фразам, по поручению Павла. И таким образом апостол считает эту общину хотя бы отчасти своей. и считает себя несущим ответственность за эту христианскую общину. Небольшую, как и все общины того времени, в общем, находящиеся на самом ветру, испытывающим разные трудности и тяготы. И вот апостол пытается некоторое такое наставление в вере и в христианской жизни дать этим людям и также как-то постараться сформулировать, донести до них личностное свое отношение. И это ведь действительно очень важно, потому что в этом крохотном городишке махонькая христианская община, в которой было человек, может быть, десять, может быть, с детьми наберется два десятка. Для апостола Павла было важно, чтобы эти люди помнили о том, что есть еще вокруг где-то в огромном мире еще другие ученики Иисуса Христа, другие христиане, которые о них помнят, которые их любят, которые с ним и вместе, для которых они небезразличны. Вот понимаете, там еще в голову никому не могло прийти никакое рассуждение об институциональном, единстве христианских общин. Но вот единство в духе, единство людей, которые любят одного и того же Иисуса Христа и поэтому находятся в особенных отношениях друг с другом, вот это была очень важная часть учения христиан вообще апостолу Павла в частности. Он поэтому здесь довольно много говорит вот об этой картине, где есть Иисус Христос и тело церкви, в которой каждая христианская община так или иначе пребывает. И начиная свое послание вот такое к христианам Колосс, апостол Павел говорит очень важную вещь. Прежде чем чему бы то ни было учить этих людей наставлять или упрекать, или наоборот хвалить, он говорит, «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа о всех вас, о вере вашей». Понимаете, вот в письме к римлянам апостол Павел еще формулирует такую замечательную мысль. Он римлянам пишет, что «Я хотел бы прийти к вам, утешиться верой общей, вашей и моей». Вот апостол предлагает порадоваться всем читателям, в том числе вместе с ним, «Я благодарю Бога за то, что вы есть, за то, что вы поверили». И дальше он уточняет. Надо сказать, что в послании к Колоссинам, как и в других посланиях, конечно, апостолу Павлу, но особенно здесь мы видим весьма длинные предложения, где отдельная и тяжелая астетическая задача найти, где же там подлежащее и сказуемое. Таков стиль апостола Павла, это как в греческом, так и в русском переводе, и в большинстве других современных переводов тоже. Поэтому мы можем только обращать внимание на отдельные высказывания и стараться поставить их в контекст всей очень-очень длинной фразы. Вот апостол говорит, мы благодарим, он и Тимофей, который тоже назван автором этого послания, «Мы благодарим Бога о вере вашей и о любви ко всем святым», потому что он знает, что христиане Колосс приняли участие в помощи нуждающимся христианам. И вот он говорит, мы благодарим за вашу веру в надежде на то, что уготовано вам на небесах. Понимаете, для него таким образом сразу, с первых строк буквально, та жизнь, о которой он пишет, и помощь нуждающимся, любовь ко всем святым и вера во Христа, все это открывает нечто, находящееся в небесах. Действительно, вот для апостола, по крайней мере, в этом послании, важно донести до читателя, что та жизнь или те события, то пространство, в котором протекает наша жизнь христианская здесь, оно не замкнуто, а действительно вот простирается до неба. И вот апостол говорит о том, что у вас прибывает слово благовествование, приносит плод и возрастает. И так происходит во всем мире, как вы научились от Ипофраса, нашего сотрудника, так и во всем мире слово благовествование прибывает и приносит плод. И вообще говоря, это тоже говорит нечто очень важное о том, как Павел видит миссионерскую деятельность. И он говорит о том, что люди, которые, как и вы, услышали и познали благодать Божью в истине, вот приносят этот плод веры. И дальше апостол, продолжая введение, такое очень пространное обращение, действительно, в его тексте, он говорит, мы не перестаем молиться, чтобы вы исполнялись познанием воли Божьей, во всяком премудрости и разумении. И это тоже, я бы сказал, очень важный акцент для того, как мы представляем себе нашу христианскую жизнь или то, что мы называем небиблейским словом «духовная жизнь», потому что в Слове Божьем такого понятия нет. Вот апостол говорит о том, что «я о вас молюсь, чтобы вы наполнялись знанием воли Божьей». Таким образом, для него центральным, может быть, важнейшим моментом в вере является то, что люди, которые Слово Божье слышат, которые учениками Иисуса Христа являются, понимают волю Божью. Причем, так сказать, это не просто данность, а, я бы сказал, люди действительно трудятся для того, чтобы возрастать в этом познании воли Божьей, во всякой премудрости и разумении. И дальше, чтобы поступали достойно Бога, принося плод в терпении великодушия и с радостью. И в заключении этой тоже очень длинной фразы Павел говорит о том, что Бог призвал нас всех, всех христиан Колосс, Павла и нас всех, читающих это послание, тоже к участию в наследии святых во свете. Вот, хоть и не всегда бывает это просто, но все-таки, мне кажется, что это довольно ясно понимаемый, прозрачный такой образ, когда апостол говорит, Бог призвал нас к одной участи – быть в свете, быть в свете Христовом, потому что Бог избавил нас от тьмы и ввел в царство Сына Своего. Вот этот свет, который прогоняет тьму и из души, из сердец, из умов, из человеческой жизни, вот это и есть царство возлюбленного Сына Божьего, которое апостол Павел в начале этого предложения называет «познанием воли Его». То есть Павел предлагает увидеть нам с вами это так, что христиане призваны к свету Божьему, этот свет, прогоняющий тьму из наших сердец, нашей жизни, это и есть царство Сына Божьего, и в нем, в этом царстве мы узнаем, что Бог от нас хочет, чем на самом деле воля Божья благая и совершенная, и стараемся поступать достойно Бога. Ну и, конечно, чрезвычайно важен 14 стих, в котором апостол Павел говорит о том, что во Христе, возлюбленном Сыне Божьем, мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Это одна из самых ранних, если не вовсе самая ранняя формулировка об искуплении, которое совершает Господь Иисус Христос, искупление кровь Его и прощение грехов. Надо заметить, что, конечно же, апостол Павел употребляет этот термин в том смысле, который был привычным, ну или, по крайней мере, общепринятым в иудейском религиозном дискурсе, богословском, потому что, когда речь идет об искуплении, в первую очередь такие люди, как Павел и остальные новозаветные авторы, естественно, будучи иудеями, имеют в виду в качестве примера выкуп пленных иудеев из вавилонского или какого-нибудь другого плена. Особенно это расцвело в персидскую эпоху, после того, как персы разгромили вавилонин, и, соответственно, началось возвращение из вавилонского плена. Кстати говоря, в русской традиции тоже было это очень хорошо известно, потому что на Руси тоже собирали деньги для выкупа тех наших соотечественников, которые попали в монгольский или потом в турецкий плен, в рабство. И вот полоняные деньги это называлось. В отдельной эпохе сбор их носил общегосударственный, ну или, скажем так, общероссийский характер. Вот. Для чего? Для того, чтобы этих людей выкупить на свободу. Выкупить на свободу. И вот апостол Павел, когда говорит о том, что во Христе мы имеем искупление кровью его, он имеет в виду именно такое искупление из рабства греху, искупление из того плена тьмы, в котором мы находимся. Очень важный на самом деле образ, потому что Бог отдает свою жизнь для того, чтобы мы были выкуплены на свободу. И у этого высказывания есть на самом деле чрезвычайно важные, такие разъясняющие параллельные места в Ветхом Завете. Но апостол дальше продолжает говорить на самом деле о том, что ему по-настоящему интересно, а по-настоящему интересен ему, собственно, Господь Иисус Христос. И вот он говорит о нем удивительную тоже вещь, что Христос – образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И сейчас нам трудно решить однозначно, является ли это оригинальной мыслью апостола, или он применяет тоже, как в других местах, Господу Иисусу Христу некоторый такой теологический подход, характерный именно для иудейского богословского дискурса, в котором одним из проявлений Бога является Мессия, рожденный прежде бытия мира. Так что, когда апостол говорит, он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, его предвечность, может быть, действительно приходит в ум апостола из иудейского богословия. Но для него важно очень, в этом послании в частности, что Иисус есть образ Бога невидимого, образ, который дает нам возможность увидеть то, что человек в принципе не в состоянии увидеть. Кроме того, толкователи говорят, что дальше апостол слегка, так, мельком полемизирует с разными еретическими, разными взглядами гностическими, которые бытовали в то время, в том числе и в церквях колоссов. Ну, трудно сказать, так ли это в самом деле. Во всяком случае, апостол говорит следующее, что на самом деле Господь Иисус Христос – это тот, кто в центре мироздания. Все им стоит. Все то, что там о структурах мироздания говорят люди той эпохи, которые определенным образом себе это представляют, там, начало власти на небесах, на земле, все это им создано, все это для него создано. Он – образ Бога невидимого, начаток первенец из мертвых, чтобы иметь ему во всем первенство. Стала быть, основная мысль апостола Павла в этом абзаце, то, что именно Иисус есть тот Мессия. Вероятно, вслед за евдейским богословием, он думает, Мессия предвечный, существующий, рожденный прежде всякой твари, тот, кому надлежит быть спасителем Израиля. Он в центре мира, все как бы вертится вокруг Него, как планеты вокруг Солнца. И это Господь Иисус Христос. И это Господь Иисус Христос. Вот фундаментальное, самое важное. Но кроме этого еще апостол добавляет, и Он есть глава тела Церкви. Глава тела Церкви. Что? Тоже вообще говоря, в контексте того времени очень важная идея. Что же объединяет все те христианские общины, которые разбросаны по всему лицу земли? А вот что объединяет. Единый глава Иисус Христос, который находится в центре. Он глава тела Церкви. И отцу было угодно, говорит апостол, чтобы в нем обитала всякая полнота. Чтобы в нем обитала всякая полнота. Он потом еще раз об этом будет говорить. И чтобы посредством его, говорит Павел, примирить с собою все, умиротворив через него и небесное, и земное. Таким образом, это еще дополнение к тому, что апостол говорит о месте Иисуса Христа в мире, в его картине мира. Он говорит, что Иисус вообще во всем всегда в центре. В том, как устроен мир. В том, какие там в нем действуют начало или власти. В том, что такое полнота жизни. В том, каким путем мы примиряемся с Отцом Небесным. Как нам дается этот мир и возможность встретить Бога. Вот так все во Христе. И продолжая эту свою мысль, апостол говорит, мы некогда были отчужденными от Бога, врагами Бога, но нам дано примирение в теле плоти Его. В реальности воплощения, в реальности того, что Бог стал человеком и воплотился в Иисусе Христе. А вот Его смертью, как человека, дается всем христианам примирение с Небесным Отцом. И что Бог это делает для того, чтобы представить вас святыми и непорочными. Если только вы пребываете в вере, не отпадаете надежды. Таким образом, и для нас, в наших отношениях с Богом, точно так же, как и для мироздания в целом, апостол предлагает увидеть в центре самым главным именно Господа Иисуса Христа. Далее, продолжая этот разговор, апостол Павел обращает внимание читателя на то, что, вообще говоря, вот этот замысел Бога, который раньше был, может быть, непостижим, был тайной, сокрытый от веков и родов, теперь Бог открывает нам, открывает богатство славы во Христе, открывает тайну того, что всякое примирение с Богом, всякая встреча с Богом и источник божественной жизни для нас, все это дается только во Христе. Но кроме этого еще апостол здесь диктует слегка странное, такое трудное для современного, по крайней мере, читателя выражение «Я радуюсь в страданиях моих и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело его». Что же это имеется в виду? Если попытаться не столько переводить, сколько передать смысл, то смысл вот какой. Апостол Павел говорит о том, что Христос страдает за свое тело, страдает за свою церковь, и это страдание всегда, ну, по крайней мере, в глазах Павла, так или иначе воплощается в людях, у которых болит сердце друг о друге, болит сердце за церковь, кто страдает за церковь. Вот он в данный момент, он пишет, ведь это послание из тюрьмы, он говорит, вот я, «Сейчас в моих страданиях скорби Христовы реализуются». Ну, он формулирует это как «восполняю недостаток». Да, важно для нас увидеть о скорбях Христовых за тело его, которые есть церковь, чтобы мы тоже помнили, что церковь менее триумфальное место, чем нам хотелось бы, и ее бытие тоже, в общем, источник скорбей Христовых. Но вот все-таки для Павла наиболее существенное то, то, что он трудится и страдает тоже, для того, чтобы всякого человека представить совершенным во Христе Иисусе. Ни как-нибудь, ни где-нибудь, ни в чем-нибудь, а именно во Иисусе Христе, потому что весь центр, весь смысл, все действительно вот вокруг него, как вокруг центра мироздания, в том числе, как я уже сказал, духовная жизнь и отношение с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok